Мандами DC и комплексити в формате Best of 3 он пройдет, не Best of 5, как во многих квалах мы видели, но это не важно. Я уверен, что игра получится очень красивой и надеюсь, что мы не увидим 2-0, как было на первых двух картах. И DC не отдают, как мы видим, Джакира своему сопернику. Но отдают Рубика и Блудсикера, и это то, чем квалы тоже играли. Да, у Underlord в бан. Похоже, сегодня, возможно, будет одна игра не о пуши. Возможно, и возможно, в одной игре мы увидим Некра. Нет, не увидим. Возможно. Нет, но здесь все еще он может появиться, опять же, против тех героев, которые есть у колок, Некра смотрится хорошо. Когда-нибудь он может их убивать, у них есть какой-нибудь магический рассказ, и они могут его зафокусить, но он все равно довольно жирный, с каким-то худым. Может доставлять им большие неудобства, потому что вот свой рассказ и не дадут. А что делают дальше? И тут он начинает работать, начинает завергениваться. И хилить всю свою команду, доигрывать игру. Ну, такое чувство, что DC просто хотят не позволить своему сопернику играть в том же стиле, в котором они играли в последние дни. Да, Сикер пикался командой комплексити, но все равно это не так сильно, как Фурион или Джакире с их же стороны. Пока они тоже регулярно брали. Лимб великолепно на нем исполняет. Ну и наконец-то мы увидим матч, в котором два мидера стоят друг друга. Да, Аббит может в какой-то степени посильнее, но Аббит пока еще не встречал на своем пути достойных оппонентов на центральной линии, как в принципе и Лимб. Это дисраптор. Пик, который ничего не показывает, кроме того, что Джакире пойдет сложно. Да, и сейчас какой-нибудь бестмастер доедет и будет колы пытаться играть все еще в свою игру. Может быть. Или воет. Ну и тогда Сикер Кири мне опять же не нравится на первой позиции с бестмастером. Заходить на хайграунд будет невероятно сложно. Как-то поддержать этот пуш со стороны беста нечем. Ни Джакира, ни Фуриона, ни Ликана какого-то. А вот его, кстати, тоже брали и могут попробовать. Ну тогда Сикер медовый. Главное, что Мипа забанили. Мипа нельзя оставлять в DC, какой бы игра ни была, все равно это запасной план. Да, на всякий случай стоит убрать. Респект бан, он уже сколько там, пару лет, наверное, банится против Абеда. Команды все равно не хотят наступать на грабли, как некоторые делают. Даже на этих квалах уже были ребята, которые наступили, поэтому, говорят, свежо предание. Поэтому и банят. Не хотят быть вторыми, кто отлетит от этого, не порядок. Итак, четвертый пик от комплексти. Задумались. Но время у них еще есть подумать. Нужно, возможно, какой-то пуш потенциал забанить. Все-таки, когда есть Джакира, у тебя уже пик достаточно гибкий. Ты можешь играть в абсолютно любую доту. Хоть в агрессивную, хоть в пушищую, хоть в защитную. Но, учитывая то, что сами комплексти любят по большей части в агрессию играть, а DC, напротив, способны защищаться, я думаю, что DC здесь не будут добирать какой-то пуш. Хотя, посмотрим. Ой-ой-ой. Ну ладно, это они даже все ожидания переплюнули таким членом. Полностью, абсолютно. Комплекси здесь хотят пушить. Мне кажется, этих ребят уже надо остановить, иначе это может проникнуть дальше этой команды, и просто все начнут пушить. Вот это интересно. И по-прежнему бестмастер реален здесь. Ласт пик. Да, похоже на то, что и можно добрать телегероя. На самом деле, тут на любую из трех курпозиции могут они себе поставить героя, могут послапаться, отбаниться, кстати. Не забанятся, точнее, Амберспирит. Вот, Иммортал что-то знали, в каждой игре убирали. Один раз этого не случилось, и вот он тут как тут. Судя по всему, Аббит на нем будет играть, хотя могут и поменяться, мы уже это видели, Мейсон тоже на нем играет. Да уж, уже веселуха намечается. Вот этот член действительно... Они брали его в последний раз все, что только можно. Десять дней назад переиграли против The Dyer и проиграли. Но потом брали 17 дней назад против VGJ и Шторм и выиграли. И там был пик, вот примерно как здесь, и еще Шейкер. Но поскольку вместо Шейкера здесь пак, то у них возможно появится Фандом Ланцер. С членом обычно идет какой-то герой, который будет носить еще физический урон. Вот есть не игра, где у него не был Фандом Ланцер, а есть игра, где был Бом Флетчер. Будут ли брать Паэлла против Эмбера в такой ситуации? Я бы не стал, мы его Танебойник брали, в этот раз они его сами забанили. Но еще есть куча героев, наносящих физический урон, которые здесь будут хороши. Я надеюсь, на самом деле, что Луну увидите. Она такие буши дополняет. Она очень дополняет такие пики, добавляя всем урона. И на самом деле, если она стоит на каком-то фарме, то в дальнейшем взять ее под Рубиком с Макридис Тауэрой, под Ченом, с Захилом просто очень тяжело будет. К тому же, если ее Сикер будет еще пробавить, то она может просто головами кого-то попараллельно задевая, зарегениваться и вообще очень-очень-очень сильным героем быть. Бестмастеры именно Байна посчитали, что Сикер будет. Да, вот я тоже хотел про это рассказать, что думают они. Она мне не нравится. Им самим не хватает, получается, наверное, тоже героя в легкую линию, которая будет жить, которого не очень сильно будет напрягать Сикер. Если бы это были колы сверху, я бы сказал, что сейчас будет Ликантроп. Ну, DC вроде как небольшие фанаты этого героя. Ну, DC пока все смотрится на очень сильный мидгейм. Хорошие файты, очень хорошие файты. И если получается там как-то Чена поймать, Рубика быстро поймать, то дальше можно и со всеми остальными разделываться. Там и Эмбер вперед побежит на Эт Сталкер, Джекира поддержит с Дисраптором. Дисраптора сложно будет ловить в таком случае. Не знаю, может, что-то такое, что позволяет просто банально вам драться. Тогда Лину надо брать. Эмберу в легкую и брать Лину. Или Манки Кинга, кстати. Ёпросите. Мундминдер прямо сам себя передумал. Мне кажется, Брист не так хорош после всех этих героев. Он, типа, жирный, его они убьют, но он не очень мобильный, и ему все-таки какие-то вещи нужны. Есть вероятность того, что Кола просто раньше начнет бежать, чем у него появится ВГ-худ или что он там будет собирать себе. Ну, а сейчас брать Некра и идти выигрывать в Доту. Ну, было бы неплохо, кстати, увидеть Некра. Он действительно здесь этого Бристлбека будет на ура кушать. Некра можно поставить легкую, можно поставить мид. Пак просто пойдет в сложную, и, пожалуйста, отличная стратегия будет. А вот самого Некра здесь не так много вариантов, чтобы убить. Да, там, если Дисратор прокастает, то да, безусловно, это круто, но этого будет всего не хватать, как только у Некра появятся какие-то вещи. Защитные, допустим. Некра мне здесь очень нравится, но его не забанили, зная, что вы будете брать Бристлбека. Либо Мунминдер за три секунды до конца просто придумал этого героя и заранее не знал, что они хотят. Либо сейчас верит в то, что Кайл просто не будет этого героя брать, что играют Колы другими стратегиями. Сейчас у нас появляется... И... Ваперос. Ну вот, не знаю, это очень похоже на пике ВП на Интернешнл или парочку, но вот только Сикера на Некра заменить, свайпером, тогда круто будет. Согласен. Не, не знаю, то есть Некровца они зря не берут, он действительно очень сильный. Так вот его игнорировать, это плохо. Это как, я не знаю, не брать... Ну опять же, самый известный вариант с Айпертролем, когда вот они оба в пули и ни того, ни другого не брать. Просто потому, что ты можешь. Это, конечно, здорово, что ты можешь, но проще верить, именно ими было. Так и здесь. То есть есть Некровца, и он сверхсильный. На любой стадии игры он из руки бьет, и маги, и выживает, и хилит. Ну ты понял, что он реально хорош. Почему они вот так его забывают, остается загадкой. Но опять же, северный регион, люди сложного характера, вот они пикают. Норды. Не знаю, на самом деле, в Северной Америке, там не только норды. Индейцы. Там иногда бывает. Ну что, герои взяты. Интересные стратегии, чем, как минимум, очень любопытно. Будет за ним понаблюдать. Это всегда герой, который меняет вообще абсолютно всю игру. И для тех, и для других. И приходится постоянно подстраиваться под него. Это такой активный лесник. Здесь может не очень хорошо все пойти на центральной линии. Он может и в сложную прийти к паку. И они там тоже вдвоем способны напрягать того же Эмбера. И Эмбер в легкой. Аббит. А нет, Мейсон, смотри, все-таки пошел на Бристалбеке. Аббит будет играть. А Зеферик после Бристалбека сел на Чена. Зеферик на Чене. Сразу с сапогом, как мы видим. Так, и уже небольшие проблемы у Рубика. Велико зашел, но не высветил Эмбер Спирита. И не знает, какой опасности он избежал. На топе будет стоять пак, как мы видим. Сикер пока отправляется в сложную линию. Вайпер будет стоять в ниде. Лимп на нем сыграет. Ну, а Чен пока в своих лесах. Рубик Сикер. Вот такая дабла пока намечается. Но мне нравится трипла в сложную с Ченом действительно против Эмбера. Можно его погонять немного. Да, он там живет. Но, опять же, не так много магического урона будет у комплекса. Они там и ручками его нормально пробьют. Такой вариант мне действительно симпатизирует. А вот что касается Джекира против Пака. Пак, наверное, тоже нормально абсолютно против Джекира стоит. Ну, и сам Джекира там не страдает. Ну, фармливает оба. Другое дело, что потом ТХД жирный. А пак не очень жирный. Но пак живучий. Постоянно от всего уворачивается. Поэтому будет интересно посмотреть, что они с этой ленивы несут. И на самом деле я просто нажимаю райт-клик на Чена и буду смотреть. Потому что до ночи, до ночи только он должен здесь делать какие-то передвижения и кого-то где-то убивать. А вот ночью делаем так же, как и Найт Талкера, и вспомнил в другую сторону. Бристалбек против Вайпера. Вайпер тот герой, который нормально стоит с Бристалбеком. Ну, возможно, не ожидали увидеть Бриста именно в миде. Понимают, что у Эмбера не так хорошо пойдут дела. Против Вайпера. Хотя он и против одного, и против другого стоит абсолютно хорошо. Снизу все-таки самая, наверное, движуха будет происходить. Нужно почаще смотреть именно туда. На топе неинтересно. Там разве что Дисраптор помогает пока что Абиду, который именно там стоит. Все-таки поменялись в очередной раз. Считали, что действительно, у Эмберу там много вещей не вынести с самого начала. Ну и у Пака здесь зато будут проблемки небольшие. Здесь, кстати, Мунминдер очень много урона получает. Ну, безусловно, тоже. Но не забываем, что Пак пока только первого левела. На втором и наубить такого Дисраптора может случайно. Может, Арубик тоже подумал, что он сильный. Говорит, сейчас Чен придет. Мы всех развалим, почти погиб. И вот он Чен такой, знаешь, машет. Демоном к жителям. Говорит, парни, я пришел. Че нападаем? Рубик БСХП, все уже просели. Не очень он вовремя подошел. Чен без второго уровня, без проверки на веру. Поэтому урона у него с собой тоже никакого нет. Сам по себе Медведемон. Вероятно, кого-то убьет. Все-таки это не баф инфобинатором, не очень быстрый Медведемон. И на эти салки его видят, смотрят на него и понимают, что Чен где-то рядом. Чен хотя бы может чужие руны здесь забирать каждые 2 минуты. Ну, по крайней мере, до 4-ой. А потом начнется ночь, и этот сталкер так просто не даст. И он будет убирать себе. И этот сталкер бы второй получить? До ночи хотя бы. Да, в идеале. Пока вот половина времени прошло, а у него только первый уровень. Даже близко там второго пока нет. Вот, подстанил. Вернее, замедлил слегка. Забрал руну Чен. Еще одна руна остается у нас в своем лесу для комплексти. На топе. Му стоит против Абита. Там равенство, но по крипам немного, но пак врывается вперед. Притом, что 1-2 стоял. Здесь тем временем на падение на МСС. А МСС нужно здесь забирать, потому что подойдет тот самый медведь-демон и убьют. Отличный ферстблат. Ну вот, потеряли на секунду концентрацию. Сразу же выходит Чен и реализует свой потенциал лесной. МСС сразу пингвуй, говорит парни, но мы не заблочили от воту. Забрал его оттуда, что делать? Чен бежит проверять руну, а ее нет. Причем, посмотри, он взял пенис вместо того, чтобы взять тест. То есть еще и делает упор на какой-то дебаф замедления, нежели на дэмэдж. Хотя на самом деле, тест тоже один из тех скилл, который очень много урод наносит. Поскольку дэмэдж-тайп у него чистый. Дорогой разве что скилл носительный. Хотя нет, нет. Нет, на первом уровне 92-го, у него ж миллиард раз реворкали. И раньше там бил много магии, но задорого. Потом сделали, что бьет чистым, задорого. Потом его перестали брать. Подумали, что так вообще, наверное, не делая. Сделали более дешевым и улучшили тест-о-фейт, дав возможность сносить больше героев. Ой, господи. Больше урона. Больше-больше крипов. А, это ты имеешь в виду все. Да, то есть у него там был типа, что это, 1-1-2-3. То есть там на третьем уровне, например, хотел брать тест-о-фейт, потому что количество крипов это все равно не увеличилось. Увеличилось столько количества хп, которые они получали. Потом добавили телепорт крипов. В общем говоря, богатая история у героя. И вот с момента начала до Т2 и до текущего дня его иногда все еще берут. Хотя ни в пабликах, ни в проиграх большую популярность сейчас он не пользуется. И даже какой-то инчу берут в приоритете. Ну, очень ситуативный герой Чен. Редко появляется. Но, как правило, те, кто берут, знают, что с ним нужно делать. Если же не получается, значит, не до конца продумали свои стратегии. Ну вот, ночь началась, а Бульба второй так и не получил. Вот только сейчас. Это его проблема. Крипы добьются, он улетает, успевает. Он с бунтосом улетел, так что. Получил Азефрик, нашел лучшего крипа для фарма. Он сдувает стаки на раз-два. И вот он. Раз-таки сделает себе дабл стак и продолжает фармить. Третий ревел у него уже есть. У него уже третий. У Рубика второй, там тоже третий на подходе. Спорты пока отстают. Ну вот Дисраптор третий тоже сейчас получил. Джакира тоже себя неплохо чувствует. Но вот эта смерть, конечно, подкосила ему все. У Сикера все прекрасно. Вообще все трекора фармят сейчас в комплекте. Начинают очень хорошо. Вайпер свою линию, как мы видим, выигрывает вообще без шансов. В два раза он уже перефармил Бристлбека. Выгнал его на базу. У Мейсона там не было абсолютно здоровья. Стаков ему никто не делает. Это огромная проблема на самом деле. Такой Бристлбек действительно может свои слоты выносить очень долго. Там еще Дисраптора снизу убили. И все это было без участия Чена. И дальше идут за МСС. Конечно, Чесси очень сильно проседает. Нужно уходить. У МССа сейчас будет долг-бейст, но не должен достать. Не достанет. 0,2. Очень здорово начинают в комплекте. А вот сейчас можно сцеплять там кинталу. Я заманцевал, но он цепляет гитару, может его откинуть. Сейчас будет подстанн, сайланс, и ничего не получилось. Долго. Не спокойно ты пауэр. Ага. А, не получилось сделать спокойно пауэр. Третья убыла манга, он там мог поманцевать, что-то сделать. И вот так начинают комплекте. Так здорово, на всех линиях у них все идет очень хорошо. Бульба теряет огромное количество времени, но ничего не делает. Вот он ждет, как бы выйти на му. Му так просто не взять. Он еще 6-й левел получил сейчас. Качает ультимейт, естественно. И попробуй убей его. Ну вот Мунминдер теперь туда пошел по очереди. Пришли, посмотрели на этого пака. И, возможно, и второй так же уйдет, поняв, что ничего с ним не сделаешь. Вот втроем туда пошли с ДД. Здорово. А есть ли сайланс? А сайланса нет. Бульба действительно очень сильно просила по левелу. Возможно, вот одна из тех игр, где стоило взять талон и просто стоять до ночи в лесу. Возможно, да. Потому что мы видим, у него и крипов нет вообще. И деньги ему не капают. Крипов нет, и экспириенс. Да, он такой вот. Он мог бы уже быть третьим, у него мог бы быть сайланс. Не могли бы убивать любого героя на любой линии. А в итоге с дайбл дэмэджом в правой стере ничего не сделали. Пак вот говорит, парни, если что, они здесь. Они ничего не могут не сделать. И очень много времени тратят на это. И они там пытаются. Он еще завоел весь урон. Нужен ТП сейф какой-нибудь. И вот команда его просто продает. Я думаю, мы недоволены. Потому что он сейчас мог здесь троих забрать, если бы был любой доп под сейф. Любой доп ТП. Либо от Рубика, даже от Сикера или Вайпера подошло бы. Вот, кстати, да. Один из коров, если бы пришел. У Вайпера телепорт тем более есть. Там бы Вайперу точно никто ничего не сделал. Он и так выиграл свою линию. И потратить там полминуты для того, чтобы и тимейта спасти, и фрага парочку забрать. Наверное, было бы полезно. Но отказался он от этой затеи. Там, тем временем, снизу оккупировали вышку сейчас в комплексте. Будут спокойно ее забирать. Там Рубик уже четвертый левел. Я все смотрю на Нейт Сталкер. Он пока только третий. У Чена там тоже четвертый левел. У этих ребят все здорово. Соперника пока более-менее себя чувствует только Эмбер. Снова выход на Аму. И теперь будет ли телепорт. Снова его окружают. Надо бы уже найти его. Просто найти его. И снова его будут убивать. Вот только сейчас летит Вайпер. Успеет ли он ему как-то помочь. Пытается улететь. Ну, пока улетает. Но Абит за ним пойдет до конца. И не нашел. И находит, да. Да, нашел только сейчас. Убили все-таки Нейт Сталкера. Убили еще и Дисраптора. И пока потеряли. Время тут уже стоит. Он сейчас просто на него укатит, если будет нападение. Он сейчас. И он уже далеко. И это нужно было сделать в прошлый раз в команде комплекте. Вот один в один ситуация была. Определенно. Да, то есть это их ошибка. Но они за это дело сломали Тавр в боте. Так что вроде бы... Хотя бы какие-то деньги они с этой ситуацией вытащили. Ну и двух героев сумели забрать. Там у лимпа мы видим Доминатор. Здравствуйте. Я Вайпер с Доминатором. У них реально какой-то фетиш на док крипов. Все лето тренировали контроль крипов. Стратегию. Да, у них каждый герой. У них то Бестмастер бегает. То вот в данном случае Вайпер. Просто постоянно берут Доминатор. Причем все команды уже отказались от этой самой ауры. Хотя она прикольная. Здесь хапоригена. Это реально круто. Но отказываются. И вот не стесняются водить скрипов. Один за другим. Просто потому что любят пушить. Но здесь кстати смотри. Такая еще ситуация. Чен с Хиллом. Есть реген. И кулаунов больших нет. Соответственно комплексти могут файты ввести. И по минуте. И по две. Если что. И подригенит Чен. Мекку какую-то соберет себе. И тем самым. Там обед-то поймали. Да, поймали. Но он очень хорош. Похоже, что он убежит. Еще и Джакира. Закидывает за прики. У него что-то здоровье так кипит. И Димка тоже очень быстро падает. Пошли эти репорты на шрайны. И получается они здесь застряли зря. Да, загуляли. Не нужно было так далеко заходить. Сейчас будет Глимса. Секунда. Вот хватает маны. Достанет? Не достанет. Взял вдвоечку. На рестораник вместо Глимса. И поэтому не получается. Ну вот ответили. Ну и то ответили. Потому что комплексти поверили. То, что сумеют убить Абидо. Опять же. Даже если бы потеряли DC его. Все равно можно было то же самое сделать. Прилететь и отомстить. Если вдруг что. Но не получилось. У комплексти. Это их первая такая ошибочка. А может вторая на топ, когда не прилетели. Можно первая считать. Но это скорее не доиграли. Чем ошиблись. Ничего страшного после этого не произошло. У Вайпера все замечательно по экономике. У него 5000 уже. У Бристалбека 3700. Ой, 3300. Очень отстает. 1700 за 10 минут. Это невероятно много. У самого же Бристалла пока только Солринг. И вот сейчас ВГ он собирается себе брать в первую очередь. У Пака денег, кстати. Тоже немного он купил себе Солринг. Чтобы на линии хорошо стоять. Сейчас будет Вейл. И значит Даггер откладывается. Это плюс для DC. Жакира спасает свою центральную линию. Просто положил ему Крапиру. Убил всех клипов. Ну хотя бы так. Иначе... Не стесняется тянуть время. Ну это DC. Вот каждый раз они тянут время. Аучена Мидас. Здравствуйте. Что делать теперь с ним? А теперь он будет фармить очень круто. И теперь у него появится и Мека, и Аганим и так далее. Это здорово. А что это даст ему? Этот герой немножко не о том, чтобы делать 6 слотов. Потому что как бы он ни фармил, он все равно будет менее полезен, чем у любой альтернативный герой с хорошими скилами. Если нападение был на Абидон, то он сразу же улетает. Девятый левел у него. Тоже будет Вейл. Немного раньше, чем у Пака. Но у Пака он тоже рано или поздно появится. Посмотрим теперь на билд Вайпера. После того, как он купил себе уже Доминатор и ПТ. Интересно будет понаблюдать, будет ли это Хриккинг Пайк, либо что-то новое мы увидим. На Рубик идет нападение. Он опять же загулял. Точно нагло гуляют. По вражеским лесам, по вражескому вижену. И в итоге отдают еще одного героя. Вообще не понятно, что он там забыл. С учетом Чена, конечно, перевес по голде большой, как и по экспе. 4 тысячи голда, 2 экспа. Но вот так отдавая фраги, вы просто питьте противника и пить ему. Ну, зачастую важных героев, например, сейчас Джакира, который страдал за, получает 250 голды. 4 тысячи просто с воздуха свалились. Наруны пришли сами. Кстати, любопытный момент. Ночь началась. Сейчас Дискорд появляется у Абита совсем скоро. И вот интересно, будут ли этой ночью что-то исполнять Диси, либо же снова будут защищаться, смотреть, как колы будут ломать им вышки. Подраться стоит, наверное. Ну вот Вайпер, кстати, посмотри, пока не собирается покупать себе Драгон Лэнс, как мы понимаем. Это Яша будет, если ничего не поменяется в ближайшее время. С Яшей он хотя бы урон будет наносить. Передвигаться нормально, пофармит побыстрее. Возможно, и правильное решение. Все-таки, если игра затянется в лейт, то Сикер, Вайпер против Эмбера и Брисла непонятно, кто сильнее, если честно. Все даже, может быть, не от них будет зависеть. Я бы не сказал, да, что текущий сборк Эмберов является верноспособным Вайпером. Обычно просто стоит и стреляет сначала по Эмберу, потом он улетает, ломает здание, пока Эмбер регенится. И убить вроде как не может, но и сам не погибает. У Рубика левел 6, Чену нужно 6-ой получить. Как-то замедлилось. Чену с Мидасом. Да, у Чена с Мидасом, а вот у Нейт Сталкера уже 6-ой и скоро будет 7-ой. Последние пару минут нигде он не участвует, просто получает экспириенс на топе. Он вот так, по сути, прошелся по всей линии, пару уровней поднял себя. Сейчас у него будет нападение, там уже выходят два Матгалема со станами. Там есть кому защищать. Подходит также команда DC туда, но шансов у Нейт Сталкера выжить здесь не было. Пора продолжать, Лен, DC. Много урона у Камни и много урона у Шоквейва. Не выжило, но Чен будет погибать. Чен 100% будет погибать. Потому что Аббит также здесь. Кидает ремнант в другую сторону. Если бы случайно отход, Му уходит. Ну, саппортов саппорта разменяли. Чену, конечно, нежелательно вот так погибать. Ему сейчас появляться. Тоже половины крипов нет. Идти их опять в лес собирать. Время придется на это тратить. Опять же, фарм. В каждой ситуации можно найти свои плюсы. Сикер. Тут будет Сикер нормальный, дамажащий. Сикер здорового человека, у которого появится Рэдинс. А не Юл плюс Форста. Когда у вас нет ни одного керри в команде, вы его собираете. Это я, конечно, об Иммортал с прошлой карты. Это было очень странно. Здесь у Кайла могут быть проблемы, потому что цепляет Вэмбер. Пак, конечно, рядом. Здесь сразу идут куча телепортов. И вайпер летит. И Сикер. И минус один точно сделает. И вот Анхил Чена. Вот это неплохо уже. Сикер также поблизости. Му очень битый. У Абеда нет абсолютно маны. Абед будет здесь погибать. МСС хотелось бы цепануть, пока не получается. Но цепляют Мейсона. Мейсон успевает даблкил еще. Мейсон просто стоит спиной всю драку. Вот так вот настреливает. Миллион крипов, казалось бы, вокруг. Но здесь уже и Бульба, здесь и МСС. И теперь Лимпа будет стараться убить Бульба. Ну, посмотри, что творит Лимп. Он продолжает драться. Если бы не Бристалбек, он, возможно, и убил бы его. Но испугался. Решил отойти. Там, тем временем, Чен все-таки добивает Мейсона, который жил невероятно долго. Теперь МСС можно всей толпой забирать. И МСС также погибнет. Предварительно Чеси он забрать не успел. Много получилось убийств. И с одной и с другой стороны. Конечно, комплекс здесь в плюсе. Они потеряли двух коров. Враг же не потерял ни одного. Три в два. Пак потеряли. Ну, да. Ну, Сикер, главное, свайпером живут. Это верно. На самом деле, если бы Бристалбек еще один раз плюнул, он бы убил маленьких големов. Не было бы вот этого дэпстана на Е2 список магического урона, и он бы тоже тут выжил. Все-таки ему очень худого ли Драке не хватило. Но в следующий раке он, возможно, уже будет с ним. И его так просто будет не взять. Ну, и Чен получает, смотри, очень много денег. Уже 2000 у него есть. Аганим будет первым слотом собирать. Никакой меки. Вполне может потом и в дорогие какие-то слоты пойти вместо Микантма. Это да, но посмотри на Чена и посмотри на Паку. На самом деле, сколько-то нету с маленькой Пакой в этом Чене и состоит. Он просто съедает много фарма по карте. Постоянно ворует крипов. Постоянно где-то что-то давит, где-то что-то пушит. Ну, в любом случае, 4000 ведут. Пока все хорошо в комплекте. И, возможно, в тонусе они до сих пор находятся. После двух побед подряд. С счетом 2-0. Возможно, так и завершать день 6-0 было бы, на самом деле, очень крутым результатом. Шесть карт подряд сыграть. Но, в любом случае, паузу небольшую попросили. И матч мы начали как раз по расписанию. Чуть даже попозже. Нужно было как-то передохнуть. Собраться с мыслями и идти побеждать DC. Напомню, что комплексти уже отобрались на Starlighter. Будут они представлять свой регион там. Сейчас постараются выиграть очередной слот. Но вот таким командам, да, небольшим командам. Тир-2 командам. Нужно. А может и даже тир-3. Кто его знает. Смотря как их там разделять. В любом случае, не первое эшелоно командам. Нужно посещать сейчас все ланы, на которые вы только можете съездить. Потому что, если будут квалификации в Америке, например, на какой-то мажор, где ЕГЭ будут участвовать, они будут приглашены. Тогда не факт, что вы этот слот выиграете. Что нападение? На Сикера? Сикера должен... Он очень близок был к Раддику. Ему, наверное, не хочется умирать, но боюсь, что вариант. Выжить здесь у него никаких нет. Еще и Дизраптор подходит, да. Втроем, конечно, разобрались. Но там... Еще истерики сняли. Там мы вместе с Ченом заходят в спину. Но их мало. Их очень мало. А там еще не так далеко обит. Цветанул всех на этот Сталкер. На Пуп будет пакок цеплять. Очень хорошо, что он ульт не ставил. Было бы жалко потерять его. Вайпер не участвует пока в файтах. У Вайпера еще 2000 после покупки Яши. Вайпер купит себе Монтостайл очень быстро. И у него 2000 преимущества над Абидом, допустим. Еще больше над Мейсоном. У Мейсоном пока только АВГ и 1600 золота сверху. Посмотрим, что это за Бристаллбек будет. Берет, кстати, в себе талант на 2 маны в секунду. При том, что у него Сулринг есть. Часто увидишь. Каминал, помимо Сулринг, еще и Медальон уже был готов. Передождает Макреген. Абид забирает руну, улетает. Он уже... Папи, кстати, решил сделать Монтостайл. Ты просто спрашивал, что он там будет делать. Пик-пик-пик. Вот выбраны. Да-да-да-да-да. Вот сказал же, что он Яшу взял. И, видимо, Монтостайл будет. Но это хорошо, на самом деле. Пик-пик приятный артефакт, но он не так сильно твой ДПС увеличивает. Мобильность. Нужна ли ему здесь мобильность? Мне кажется, тут Вайпер брался с расчетом на то, что он будет просто стоять и впитывать урон. Параллельно еще дамажит очень сильно. Пока там Сикер развлекать будет на передовой где-то кого-то. В центре нападения пытается заманцевать и удается обеду повернуться из-под Сайленса, и поэтому он спокойно уходит. Ну и он тоже будет себе Рейдианс собирать. Конечно, он в разы позже появится, чем у Сикера. Он удел лишние слоты. Там Тревел Лав себе покупал. Покупался Дискорд. По деньгам-то у них разница не такая большая. Всего 800. Ну вот за счет этого, за счет того, что появится Рейдианс и Монта Стайл, можно придумать какой-то пуш. С Ченом все-таки вы обязаны постоянно забирать вышки. И тогда преимущество с 4000 может подняться еще выше. Другой вопрос, будут ли это делать комплексы и будут ли эти вышки защищать DC. Либо же подождут тот же Рейдианс на Абиде. Там тем временем поразвлекались они с паком. Один потерял много маны, другой много здоровья. Не такая полезная способность, конечно. Так, ну в центре сразу он пролетает, получает два камня, но каким-то товар не успевает. Подстанете, поэтому Абид уходит и здесь. Очень живучий Абид. И сейчас, возможно, в Топе будет нападение, подтягивается Син Сталкер. Ему удалось заводить Вижн, и он чуть развернулся перед домом. Там через тысячу уже Аганим появится у Чена. Лакрити осталось купить тебя. Лимпа, 300 голды до Монта Стайла. Ну вот Аганим, Рейдианс Монта Стайл. Джентльменский набор собран, можно идти воевать 100%. DC понимает, что преимущество не за ними. Сейчас они понимают, что слотов у них поменьше. И им нужно совершать какие-то точечные ганги вместе с Найт Сталкером. Ночью кого-то цеплять. Каждый фраг на героях комплекте отдаляет просто пуш. Вот этот в пятером. Я думаю, что DC будут стараться именно таким образом действовать. Ловить кого-то. А может быть нападение в центре. А можно попытаться. Сайлентс будет. И хватает урона. Не хватает. Да потому что магический этот урон есть. Кажется, говорит, а у него есть и Боттл, и Шрайн. Инвиз, кстати, еще в банке на всякий случай. Ну вот за Рошана, интересно, будет ли какая-то драка. И те, и другие могут его забрать. Там с Бристлбэком это просто сделать. С другой стороны, есть крипы Чена. Ну все, пошел выход от комплексти. Пока безагонима, но это вопрос времени. У Чена там остается 500 голды буквально. И здесь. И хватает еще раз. А теперь можно просто в дизейблами. Да. В дизейблами его забирают. Очень быстро, кстати. Не почувствовали его совсем. И теперь выход на Рошана. Орентально. Ну и снова. Отличный мув от комплексти. Каждый раз они что-то подобное исполняют. Уже пятую карту подряд сегодня. Сейчас Рошана заберут. 30 секунд без Эмбера. Не могут абсолютно никак драться в DC. Они с Эмбером-то, возможно, не полезли бы. Ну а так тем более. И вот этот Аегис позволит им продолжать свое давление. Остается-то три внешних вышки. Тоже они их быстро будут забирать с Ченом. По-моему, эти ребята что-то знают вообще про доту. Так. Серединка наполовинку. Хотелось бы посмотреть. Посмотрели последние видео Энессы. Я, кстати, тоже еще не успел. Потому что... Вот. Перед и они не знают, как заканчивать и выигранную игру. А потому что нереально. Мы с тобой по ночам комментируем. Потом спать, проснуться и снова комментируем. Потом днем комментируем. Утром комментируем, на самом деле. Не все так очевидно. Ты не можешь смотреть все. В том числе Энесса, если ты всегда комментируешь. Ну да, это логично. Итак, у Лимба еще тысяча. Вот дальше. Тогда смотрим, что будет покупать он себе. Давайте посмотрим, в принципе, артефакты. Артефакты. Ну вот смотри. У Бристлбека тревела. Что ему дают тревела вот на такой стадии игры? Безусловно, он может летать сплитпушить. Но он слабее. Так этим они занимаются. У него тревела, у Эмбера тревела. Они просто... Время. Они вот сейчас активно двигают лени. Нигде не подпускают крипов к тверам. Ну, кроме там. Вот где противники пятером собираются. И просто постоянно размениваются. Они проигрывают по карте. Они пытаются сплитпушить. Вынести максимально много денег. Ну, рано или поздно просто забьют на все это дело колы и зайдут на ХГ. И тогда... Мы с тобой даже видели одну игру, где Blue Pikachu, по-моему... А, нет. Вот SFE. Вот так же выигрывали. Их так же Blue Pikachu катали. И в итоге... В какой-то момент зашли и сломали трон. Но здесь команда висит рангом повыше. Они как-то время какие-то вещи соберут. И, возможно, им удастся отбиться. И теперь сейчас они на ошибки ловят пака. Зарабатывают на нем тоже кучу денег. И самое главное время, опять же, выигрывать для себя. А ЕГЕС нужно как-то реализовывать. Чем быстрее, тем лучше. А их не пускают. То есть, если ты идешь пистером по одной линии, то у вас сразу падают... Ну, например, там Т2, но... И вам ломают два Т2. Получается, размер неравноценный и невыгодный. И вот у них нет сил зайти прямо сейчас трон сломать. Думаю, они пытаются хотя бы где-то как кал-то я мать. Но в итоге продали пака, но убили ТХД. Не очень выгодный размер. Ну вот сейчас такой момент, что комплексти могут просто забить на все это дело. Забить на сплитпуш. Все-таки нет героев, которые очень быстро сносят вышки. Ну, только Джекира может этому поспособствовать как-то. Остальные бьют медленно. И в любом случае, комплексти должны разводить DC на телепорт, на базу, а не наоборот. Вот здесь очередная смерть. В этот раз от Кайла. Он вряд ли отсюда уйдет. И снова выигрывает время. Очень четко Аббит его здесь подловил. Без шансов для того. Но решили, что и без Рубика могут Т2 забрать. Это все-таки не заход на хайграунд. Макропиро стелется. Старается спасти здесь чен своих крипов. Кентавр теряет. Остальные живы. Но зато уже есть дракон. У которого 2000 хп. И что с ним делать с этим драконом? Сейчас возьмет еще какого-то крипа. Ему нужен обязательно ящер, потому что он Фрэнзи дает. И ему нужен голем, потому что он дает хорошую ауру. Дракон хорошую ауру не дает. У него слэшатак, у него фейербол, у него бонус армора. Бонус армора из тех ауров, которые есть в общем крипов, самые бесполезные. То есть даже вот который с шаманом идет мелкий, дает ауру на 10 хп регена. И лайфстилл 10%, что куда лучше, чем аура дракона. Просто это две тушки по 2000 хп. Нет, это да, и это все круто, но они были хороши, когда на них не работала магия. Сейчас магия работает, любая, поэтому пусть она и не в полной мере на них работает, но тем не работает. Их можно закидать, можно убить, это не такая большая проблема. И самое главное, на них работают дизейблские, которые раньше не работают. То есть ты раньше не мог, сжег, вот, венги кинут, и не мог фиссуру положить. Мне просто не работали. И дракон летал, очень сильно прыгал, активный спидпушил. И вот бежит там три дракона, и ты думаешь, что это не просто. Да я пока буду их убивать, они их уже 10 раз затпешат, все время потрачено, а что-то линия горит, эти три фаербола кладутся. Не нравится мне так играть. И в итоге вот я срок выпустил обновываю, и теперь драконы прикольные, но из всех, конечно, крипов для именно команды, они все равно беспорядные. Вот смотришь на ящера, на его вот эти вот бафы, мало того, что вардраун с аура, дающий тебе дэмэдж и атак спид, так еще и можно докинуть фрэнзи на тиммейт, и даст ему еще 75 атак спиды. И вайпер под этой аурой под фрэнзи, это совсем другой вайпер. У него просто сейчас своей скорости, как ты из 12, ты можешь ему чуть ли не сотку докинуть. Четверть вайпера добавить. Ну вот был здесь, кстати, ящер на своих хэншентах. Ну ладно, пока идут так уж. Прошел, да, ну не, ну, на безрыбе и дракон рыба, но лучше, если у тебя отсутствует, взято что-то полезное. Очень много урона сейчас получает Мейса, но здесь отличный прокаст пошел от Дисраптора, но это не позволяет защитить своего керри и пока убивают сильного героя. Да, Егис без боя они потеряли, но тем не менее убили. Нейт Сталкера потеряли пака, продолжает бить Лим, по-моему, вообще абсолютно плевать, кто здесь. Но вот Мейсон после байбека может какую-то угрозу из себя представлять. И Чесси еле живой, Чесси погибает. Вот что значит, задержались и не пошли реализовывать Аегис сразу же. Пока два сочетом байбека, да, не боятся ничего. Там такое подспорье в лице большого количества самонов, что комплексити продолжают. Но нет, только сейчас, скорее всего, отступят. Вот подсейвят еще Рубика, если тот вдруг останется у того, как мы видим. Айспас есть сворованный. Раскидывает друг друга. Мне один только вопрос. Для чего в итоге вайперу Монта Стайл, когда в этой игре, если бы у него сейчас был Сильвер, они не могли даже выиграть? Ну вот Сильвер нужен. Может быть Сикер Василис соберет. Даже два, ясно, и три. Да. Потому что ты можешь не только использовать его для снятия пассива, но и просто для того, чтобы нанести удары и срезать урон противнику в половину. То есть, например, на вождь Джакира ты ударил и все, уже не так больно прогораешься на крапире, не так тебе больно сдолбраться, потому что ты весь урон режешься в половину. Даже там он будет навеваться и прочего. Следующий заход будет посложнее осуществить, потому что там Радианс появляется у Эмбера практически, там немного не хватает на свиток. Ну вот Сикер с Блоккинг Баром, у Вайпера все-таки Хриккинг Пайк. Не нравится мне этот айтем. Вот именно в этой игре действительно тут вариантов масс. Можно Сильвер Эйдж собрать, можно тоже какой-то Блоккинг Бар собрать, чтобы тебя не пробивали. А Джакира мы про него как-то забыли, а он тем временем уже Атос Юлом вынес. И сейчас Даггер у него еще будет. И у него силы инициации будет невероятной. Он сам может выходить, цеплять любого героя, поднять, постелить макропиру, остановить его. И он сгорит просто с прокаста. Все это можно сделать после врыва с Даггера. И как ни крути, 9000-й Творца он где-то уже себе сумел заработать. Обгоняет Пака по этому показателю. Вот из суппорта. Очень много Пака забирает. И опять же, вот именно как герой, не а крипами, чем так себе. А для того, чтобы носить этих хрипов, ему кроме Аганема ничего не нужно. Получается, что 4000-х у него есть, это Мидас, это Худ. Можно было потратить на Пака. Не фармить его хрипов, оставлять ему. И в итоге он бы здесь сейчас был полезнее. Он бы мог иметь какие-то дописы в Эмпер. Тот же Юл уже бы себе принес. Может быть, ему было бы что-то еще. А пока Вайпер много урона впитал. И выводил все это дело Манта-стайлом. И драка за Тауэр продолжается. Ну и посмотри, драконы снова у Чена. А была возможность и здесь Ящера взять, и здесь. Но не стали. Решили осаждать таким набором. Мне очень нравится на его месте взять вот этого мелкого парня. У них и так заменят Радейских Париген Аура. У них еще может какая-то мелька появиться. И вот этот парень еще дал десятку. Бегать 20-х Паригене для всех, знаешь, какая-то. Дать каждому маленького Тимбера в карман. Или дать каждому талант 25-го ловла Бристалбека. Да, ну или этот талант аппарата. У него такой же есть на 15-м. Итак, есть здесь пас по Секеру. Но это, опять же, размять его, вышку снесли. В комплекте с первой задачей справились. Дальше можно попытаться забрать Кайла. Быстро выходят из-под Макропиры. Крипы быстро погибнут. И следующие придут нескоро. Ну что, просто уйти разбить шрайн. Но здесь Глимс. Просто так вас не отпустят. И хотят драку, видимо, навязать. DC, но походу зря они это делают. Здесь Дисраптор очень битый. А вот Рубик по-прежнему живет. И просто какой-то парад скиллов используется, который ни на что не повлиял. Все абсолютно целые. Все ушли. И преимущество, опять же, увеличивается. 11 тысяч уже. Мы смотрим. Графики только вниз идут. И ни разу DC там даже какой-то намек на камбэк нам не изобразили. Плюс шрайн. Плюс еще деньги. Там дабл дэмэдж на топе лежит. Рошан скоро появится. Ну, это то, что нужно сейчас в комплекте для того, чтобы успешно заходить на хайгран. Главное не повторить реализацию предыдущего Аегиса, где они не по таймингам все сделали. Тем самым не сумели с первой попытки забрать эту же ушку. У них, кстати, дабл дэмэдж составлялся около Рошана. Мне кажется, если они сейчас это увидят, они могут напасть прямо сразу. Но есть такая проблема, как на Салкеру, у которого уже есть Саганим, у которого уже есть гемос. Сейчас что-то активно подрезать из дивижн. И вот, например, увидят сейчас Пака Дастон Фу. Увидят, возможно, на отходе, что Рошана уже бьют Дастон Фу. И могут попробовать DC с маке выйти и даже подраться этого Рошана. Потому что в узкий проход у них урона очень много. И довольно приятно заливать туда что Эмберспиритом, что Дезераптором, что даже без тудаков. Там Сикер принес себе сейчас Блэдмэйл. Попроще немного будет заходить на хайграунд. Да и если его будут фокусить, он сам в ответ сумеет много урона нанести. Но Рошана, естественно, убьют без проблем. Еще Волк, как мы видим, есть рядом. Что там у Чена? Чена пока Пайп появился. Тоже важный артефакт. И цепляют Дезераптора в очередной раз. Он отсюда, конечно, не уходит. Очередной фраг сделан. Ну и берут Мародера-Шамана себе. В общем, зачем берет Большого, не совсем понятно. Он именно хорош для какой-то драйки, когда у противника есть какой-то кор, которого надо задержать. Здесь такого нет. Эмбер будет бить тебя издалека. Остальным целом плевать. Мне кажется, просто берут тушку. Большую, жирную тушку, которая будет спитывать. Ну нет, да, но из личного опыта мелкий и полезнее, чем большой. Из этого пака крипов. Здесь Джакира успел постелить Макропиру, но вряд ли будет выживать. Да, безусловно, Олимп его забирает. Сразу же байбэк пошел. Крипы умирают. Макропира сейчас закончится. И нужно DC как-то драться без нее. Мэйсон. Мэйсон пока не так много урона наносит. Здесь Сикер, естественно, будет размениваться. Включает блокинг бар. И Мэйсон продолжает бить Сикера. У Сикера все есть. БКБ у него имеется. Может поражать и пойти драться. Блэйд Мэйл также есть. Вот он прожимает и то, и другое. И пошел. Наконец-то он пошел воевать. Здесь Бульба непонятно зачем вообще выбежал. Очень быстро погиб. Здесь также погибает Дисраптор. Не почувствовали его. И Абиду тоже не оставляют шансов. Уже минус 3. МСС тоже отсюда не уйдет. Ну а последнего можно даже не трогать. Да, 20 тысяч уже. Там байбэк очередной, который ни на что не повлияет. 1 в 4 он драться не может. Бристлбэк, как мы видим по игре, мало что делает. Вот сейчас его цепанули. Можно даже его попробовать расстрелять даже в спину. И Мэйсон также погибает. И Абид также минус. Ну вот так. Минус 7 за драку. Гудгейм пишут ребята из DC. И в комплексте очень хорошие. Ну вот они. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.